26 апреля исполняется 30 лет со дня Чернобыльской аварии. Последствия самой страшной атомной катастрофы изучаются и сегодня. От радиоактивного загрязнения пострадали 12 областей Украины, 19 регионов России и часть территории Белоруссии. Жертвами Чернобыльской катастрофы, по разным данным, стали от 25 до 100 тысяч человек. На ликвидации последствий аварии работали представители всех регионов Советского Союза. Среди них были и жители Неницкого округа. У одного из них, Николая Коткина, который проживает в Андиге, побывала наш корреспондент Валентина Чибичек. Это уже с зоны выезжаем, когда машина сразу обмывает, а вот маски, только маска и всё. Николай Коткин листает альбом своей армейской жизни нечасто. Служил, как все, говорит, ничем не выделялся. На фотографиях рядовой понтонного батальона железнодорожных войск. В Чернигове, где находилась воинская часть, служили парни со всего Союза. Так что сегодня найти ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной станции можно практически в любом населённом пункте страны. Железнодорожные войска, как раз все подходы к реактору чистили. У нас замком взвода был, он ходил с каждой группой к реактору. Ну, короче, ещё вот это самое. Первый раз нас кидали, потом второй раз мы уже в отцеплении были, проверили нас. Уже, видно, дозу схватили, мы уже чисто в отцеплении были. Когда случилась авария на Чернобыльской атомной станции, в 30-километровую зону вокруг очага стали прибывать специалисты для ликвидации последствий. Только в 1986 и 1987 годах в работах приняли участие около 240 тысяч человек. Общее количество, включая последующие годы, составило порядка 600 тысяч. Задействовали на опасных работах и воинские части. Ликвидаторы, как их стали называть позднее, вели работы в опасной зоне. Каждая смена длилась не более 15 минут. За это время организм получал максимальную дозу радиации. Батальон, где служил Николай Коткин, занимался расчисткой рельсов, ведущих к реактору. «Вагончик такой, 6 сантиметров свинцовый слой. Будка такая. Подъезжаем, выскочили, почистили, опять дальше проехали. Тракторатом все там эти. Там уже чистят, рушат там это все». По словам Николая Юрьевича, никакой защиты, кроме респираторов, работникам не выдавали. Загрязненную одежду потом просто закапывали в землю. Да и не знало тогда население, что такое радиация и как она влияет на человека. На здоровье ликвидатор из Антига не жалуется. После армии работал в колхозе газоэлектросварщиком и кузнецом. Потом перевелся в кочегары. Не представляет свою жизнь без охоты и рыбалки. В этом году как ликвидатор и кочегар выходит на досрочную пенсию. Из чернобыльских льгот получал две недели к отпуску и однажды поездку на курорт. В 2011 году получил медаль в память ликвидации катастрофы на ЧАЭС и нагрудный знак участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Вспоминает о событиях тех дней Николай Коткин нечасто. Говорит, что 30 лет назад, как и тысячи жителей Союза, просто исполнил свой гражданский долг.